Добрый день, друзья! Это традиционный интернет-эфир по понятельникам, который называется «Исцелим этот мир вместе». Сейчас я подожду, когда все присоединитесь, и я начну работать. Суть этой эфира очень проста. Я концентрирую всех тех, кто подал заявку. И помогаю одному, я помогаю всем тем тысячам, кто просматривает этот же прямой эфир. И таким образом наш мир становится лучше. Так, у нас все больше и больше. Отлично, друзья! Как меня сегодня слышно, видно? Напишите, пожалуйста. Я просто сегодня с нового места, с новым Wi-Fi, новые наушники. Поэтому давайте протестим изображение, звук, и потом будем выбирать дирой. Спасибо большое за поздравление. Скоро уже месяц будет. Санкт-Процесска, привет! Так, отлично, нормально. Слышно отлично. Так, хорошо. Так, заяв все больше и больше, это здорово. Друзья, напоминаю, сейчас активно идет, начал работу клуб Артема Толоконина. Если вы еще не там, и у вас есть вопросы по психосоматике, есть вопросы со здоровьем, рады будем вас видеть. Потому что в клубе будут работать не только я один, также будут работать специалисты, которые раз в неделю будут читать лекции. У нас сегодня в понедельник будет лекция от врача-гастроэнтеролога про дырявый кишечник и воспаление. Тема очень и очень актуальная, и вам сам эксперт расскажет основные вещи, которые вы должны знать для того, чтобы не болеть или быть сориентированным в последних достижениях науки и быть более осознанными. Потому что позитивные знания по укреплению вашего здоровья позволяют вам чувствовать себя гораздо лучше. Когда у вас есть уверенность в том, что вы понимаете, что с вами происходит, и плюс новейшие вам знания становятся доступными, и это все вместе дает ощущение уверенности в себе. Поэтому, милосты просим, по ссылке и шапке аккаунта можно еще стать членом клуба. Плюс, скорее всего, с этой недели стартуют мои прямые эфиры в клубе, которые также называются «Салим, это мир вместе», но только я работаю там с участниками клуба, те, кто отправил заявку. Уже список порядка 50 человек есть. Это большое время работы. Я это прекрасно понимаю. Это говорит о том, что интерес ваш есть, и та информация, которую вы получаете в клубе, а уже первая лекция моя прошла, она несет огромную пользу, и поэтому клуб пользуется популярностью, и все больше и больше участников становится в нем. Также напоминаю, что я еще одну акцию запустил. Время эфиров по новой акции, которая будет называться «Сила безусловной любви», и будет посвящена решению только либо семейных проблем, либо личных проблем с личной жизнью, но исключая тему психосоматики. Тогда вы можете тоже подать заявку, и список уже составляется, там человек 30-40 тоже есть, и я чуть позже напишу, когда эти эфиры будут. Ну, тоже, наверное, надеюсь, что на этой неделе я определюсь, и тогда буду работать так. Это совершенно другая тема. Я, на самом деле, большой специалист в этом вопросе, но, во-первых, сам уже женат лет 20, и очень много работал с клиентами, у которых есть семейный кризис, у которых угроза развода или состоявшийся развод. Вот у меня есть люди, которые мне помогали соединиться, когда они уже несколько лет не жили вместе. Это все люди, когда ненавидели друг друга, и отношения зашли в полный тупик. Можно вывести отношения на новый уровень, и микроконсультация, которая такая небольшая в этом формате будет, возможно, в прямом эфире, она будет толчком к правильному пути. Поэтому очень-очень много наработок у меня есть, я с радостью хочу с ними поделиться. А те, кто хотят дополнительной информации, есть моя книга, которая называется «Секрет успешных семей». За 3-4 года уже большое количество, несколько уже тиражей было продано. Сейчас вроде бы в наличии есть, я с этим особо не слежу. Также есть электронная версия книги. И также издательство «Эксмо» сейчас выпустило мои подкасты в аудиорежиме. И теперь еще текстовые сейчас подкасты скоро выйдут тоже, посвященные теме семейных взаимоотношений. Поэтому очень-очень много чего происходит. Новая книга сейчас пишется, но об этом попозже, скорее всего, в следующем году, когда я уже ее напишу. Ну что, друзья, двигаемся, давайте посмотрим, кто у нас сегодня заявился. У нас там один человек уже давно в конкурсе выиграл, не знаю, сегодня она здесь или нет. Вот, и вроде бы как ника я не вижу. То есть я уже там обещал сто лет назад. Потом в тот раз нас Наталья там слетела, которая должна была подготовить свой интернет-вай-фай, чтобы все было хорошо. Так, Наташа, вы у нас где, да, напишитесь. Так, вот, это ваш ник. Давай, с ним получилось. Если не ошибся ником, то это так. А потом будем смотреть. Здравствуйте, здесь. Слышно меня, хорошо? Я вас прекрасно слышу, Наташа. Я в наушниках дома специально отпросилась с работы. Я понял. Держите только телефон прямо, чтобы у вас он не скакал, мы не реальти снимаем, правильно, да? Да, спасибо большое огромное. Напомните свой случай. Я, честно говоря, никогда не держу в голове ничего, все удаляю сразу, да? Правильно, естественно, Артем, это для вашей работы, я понимаю. Смотрите, то есть очень много проблем со здоровьем. С 30 лет у меня внезапно, вот я говорю, до 30 лет я вообще никогда не знала ни больницы, ничего. С 30, одна болячка, то другой, и достаточно серьезный. И вот в 15-м году, то есть на фоне постоянных простуд непрерывно практически, эндокарбит первичный мне поставили. А, все, вот сейчас. Вот, да. Потом пролечили, и вроде без последствий, и терпим. А? И рецидив у вас потом был еще, да? Да, да, и с прошлой осенью опять связано, это не связано, не знаю, это все время осенью у меня и день рождения, в сентябре, и вот я попадала практически в больницу все время, или сразу после дня рождения, или перед, но я не знаю, может быть, это просто связано с тем, что это осень, не знаю. Ну что, осень – прекрасное время. Ну, возможно, просто, может быть, вирусных больше, или что-то, не могу сказать. У меня еще и плюс, вы знаете, долгое время подозревали, но, как бы, подтверждений нет на аутоиммунный системный процесс, но под вопросом. Я и к лучшим ревматологам ходила, в общем, в анализах подтверждения нет, но мне сказали, что какой-то скрытый процесс латентный идет, говорит, ну и хорошо, что у тебя он пока, как бы, не выстрелил так, чтобы, вот, совсем серьезно. Ну, вы как доктор, но куча вопросов. Какой процесс? Что за процесс? Почему он идет? Вот вы же молодая, здоровая женщина, ну, в принципе, да? Почему у вас какой-то процесс? Должна была бы быть. Не, ну, в принципе, откуда у вас какой-то процесс? Очень много вопросов, на которых нет ответа, к сожалению. Вы знаете, про аутоиммунный процесс, если честно, я думала, да, у меня все заболевания, которые начались в 30 лет, у меня была температура на протяжении двух месяцев в 12-м году, 39,5, я пролежала в трех стационарах, и в инфекциях везде причину не нашли, ничего не поняли, в общем, как-то она так вот потихоньку потом ушла, и все. Хорошо. Это еще до эндокридита. Давайте ближе к теме. Сейчас как состояние в последнее время? Ну, вот немножко опять одышка, последний вот месяц, вот, чуть тяжелее немножко на сердце стало, ну, и на ЭКГ я сделала то же, что похуже. Вот. УЗИ вроде бы делала, по крайней мере, полтора месяца назад, там все было неплохо, то есть ухудшения не было, по крайней мере, никакого, там на клапанах все терпимо. Их ЭКГ делали, да? Да, да, я его делаю сейчас уже почти каждые два месяца. Так, а в 30 лет-то что было, когда запустились? Как вы сами связываете, с какими событиями? Вы знаете, там одновременно я развелась первым мужем, это мне далось очень тяжело. Развод? Очень болезненно. А? Да, развод. Ну, там серьезные были проблемы с алкоголем, ну, в общем. Сама какого мужа выбрала такого, в общем-то. Вот. Я это очень болезненно, потому что для меня это был какой-то крах такой, потому что родители женаты один раз на всю жизнь. И потом через год, в общем-то, я начала встречаться с другим мужчиной. И вот мы уже начали жить вместе, и у меня вот как вот это началось, потому что я как раз и про деток задумались, и про женитьбу, и все. И вот этот каскад непрерывных сначала тромбоз на фоне гормонов, потом вот это вот еще и сердце, так необъяснимо вот эта температура. Наташа, вопрос очень сразу легко и просто выползает. А что значит для вас именно на всю жизнь один раз? И если первый раз у вас не получилось, то как это ощущается? Как крах какой-то. Ну, я уже пыталась много думать, то есть ошибка. Я не имею права ошибаться в выборе, тем более, если это влияет на мою жизнь. И это как бы, ну как развод, это конец. Ну тогда казалось, что это конец. Нет, ну я потом, просто я к разводу пришла, потому что такие были серьезные вещи, я понимала, что могу живых не остаться, поэтому, ну, это уже был выбор себя просто в своей жизни. Мы сейчас к этому эпизоду вернемся. Но вот эта тема 100% очень сильно завязана на том состоянии, у которого сейчас установилось. То есть вот это самопрограммирование, что вот один раз и все, понимаете. Ограничение на самом деле жесткое. Я наоборот сторонник того, чтобы люди там женились один раз и не меняли бы партнеров. Это нормально. Это как раз говорит о здравости отношения. Но бывает в жизни, что человеку надо пройти через там одну семью или вторую, или может быть даже третью. Ну так складывается, да. Но зависать на этом. Да я осознаю, что это был мой выбор, да. И это были с мамой проработка отношений всех. Я зерпаливаю это все. Ну просто если стоит установка, что один раз и все, то человек зацепился за этот идеал. И если что-то идет не по плану, то огромное напряжение и наезд на себя формируется. Потому что сердце – это что? Это область личных отношений всегда. То есть область любви. И если она воссталяется, то значит с любовью большие проблемы и наезд на себя существуют. Мы сейчас это изучим, посмотрим внимательно. Так, сколько сейчас полных лет, Наташа? Тридцать восемь. Тридцать восемь. Как сейчас сердце ощущается? Вот сейчас, кстати, я не знаю, почему с прошлого эфира вот такая тяжесть, которая давила вообще, я не могла дышать, она как будто как-то легче стала. А сейчас она больше как тревога, как сердцебиение, какой-то дрожь. Окей, ну вот эту дрожь это схватите и пойдем, сейчас пойдем изучим, когда она появилась. Итак, поймали ощущения? Да, она сейчас есть. Да, скажите себе, мне 30 лет, как ощущения? Мне 30 лет. Пропала или осталась? Чуть-чуть легче, но есть. 25. Мне 25. Есть, но легче, намного. Намного легче, мне 20. Все равно есть. 10. Есть. 5 лет. Есть, если тяжелее даже. Один год. Есть. Один месяц я оживаю маму, как ощущения? Ой, есть. Вот это дрожь вам. Один день я оживаю маму, мама не знает, что она беременна, как ощущения? Почти пропала. Ну, чуть-чуть что-то такое, но легкое совсем. Легче, легче. Да, ну практически нет. Мне снова один месяц, как ощущения? Хуже. Хуже. Что такого произошло, когда мама узнала, что вам беременна? То есть, кстати, чего это ощущение у вас появилось? Маму волновалась, боялась. Боялась чего? То ли, нет, хотеть, а не наоборот. Она говорила, что они очень долго... Это ощущение, вот это ощущение, о чем вы говорите? Когда у вас есть? У меня ощущение страха. Так, какого страха? Что боюсь? Неопределенности. С кем? Или о чем? Нет, что с ребенком будет. А что с ним может быть? С ним может что-то случиться, не знаю. Что с ним может быть? Потерять. Почему? Не знаю. Умереть может? Ну, да. А вы первая у мамы? Вторая. Вторая. А с первым как там ребенку дела? Все нормально, брат старший. Нормально. Мама говорила, что... Ну, это более на поздних строках. Она говорила, что я очень тихая была, и Саша все время бил там в животе, ей было спокойно. А меня она все время не слышала, и все время боялась, что что-то не то. Но, мне кажется, не в месяц, вряд ли. А в месяц ощущение идет. И вот надо его расшифровать точно. А что она говорит? Ну, вот точно страх. А страх будущего. А почему я не... Вот, посмотрите, что в этом будущем может произойти, чего я боюсь. Вот, глазами мамы. Потерять ребенка. Прям вот... Выкидыш? Что? Замежья беременность, что? Выкидыш. Нет, вот потерять ребенка до родов. Прям я так чувствую, точно. То есть, не потом. Ну что, не вовремя была беременность. Родственники не поддерживаются. Я чем-то переболел. А, папа, папа, подождите, да, мама говорила, что папа очень, ну, как бы был изначально против. Он боялся, потому что жили они очень, в общем, по деньгам финансово сложные, трудные. И мама очень сильно хотела детенка, за год до этого бабушка умерла, она очень хотела, почему-то именно в сентябре бабушка умерла, она очень хотела вот сразу вот за ребеночка. Вот, а папа очень, ну, достаточно активно сопротивлялся, мама говорила. Он очень переживал, как будут нас растить, что денег мало и все очень будет. А бабушку как звали? Варвара. Варвара. А почему мама хотела сразу родить за ребенка после смерти бабушки? От чего бабушка умерла? Бабушка умерла уже в преклонном возрасте от инфаркта третьего, по-моему, второго или третьего, вот, но в таком уже там 70 лет ей было. Вот, у мамы очень-очень сильные отношения, очень сильные. 70 лет, это молодая женщина еще. Да. Старость начинается после 90, а до этого еще такой преклонный возраст. Нет, так по жизни говорили, что, ну, как бы, она двух мужей потеряла, ну, вот, вырастила, и у мамы очень крепкая связь была с бабушкой. Наташа, давайте отработаем страх, и потом посмотрим, да? Тут и от папы, и от мамы здесь микс идет у вас ощущения. Итак, скажите себе, мне один день, я взвать ее у своей мамы, мама еще не знает, что она беременна. Как ощущения? Мне один день, я взвать ее у мамы, мама не знает. Что она беременна. Но легче, да, значительно. Представьте, что в этот момент приходит вам Бог и говорит, дорогая Наташа, в твоей жизни получится так, что когда мама узнает, что тобой беременна, она будет очень сильно по этому поводу переживать. А папа твой вообще будет против этого. И случится так, что до беременности тобой умрет бабушка. И твоя мама очень сильно по этому поводу тоже будет переживать. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда уверенно, чтобы ты чувствовал себя счастливой в будущем взрослой женщиной, у которой взаимоотношения складываются на уровне безусловной любви. И которая себя любит, такая, какая ты будешь. Получая от этого огромное удовольствие, наслаждение. Как ощущения? Мне один месяц снова, что я чувствую? Что? Мне один месяц снова, что я чувствую? Нормально. Спокойно? На сердце. Нет вот этого вот, да, такого ощущения, что я сейчас куда-то выпрыгну от ужаса. Так, возвращаемся в настоящее, как сейчас ощущение. Легче, намного легче. То есть, остается немножко волнение, но вообще даже не сравнить с тем, что было. Сейчас поработаем с самоедством, которое у вас есть, еще надо одно внушение сделать, и тогда посмотрим. Итак, скажите себе, мне снова одновременно в животе у своей мамы. У меня одновременно в животе у мамы. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Наташа, в твоей жизни повлишься так, что ты выйдешь один раз замуж, а потом разведешься, потому что твой супруг будет очень сильно выпивать. И даже если в твоей голове будут сидеть представления, внушенные мамой, что надо один раз выйти замуж, и все, это на всю жизнь, и второй раз ни в коем случае этого нельзя делать, то это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты всегда была счастливой, вне зависимости от того, с какой у тебя будет брак. Как ощущения? Тяжело сейчас. Давайте вы прощайтесь с этим совсем горем, которое вы собрали на себя. Как ощущения в сердце? Спокойно, как будто. Спокойно? Да. Как будто какая-то вот тяжесть, камень вот этот, он как-то отошел. Значит, смотрите, Наташа, что у вас произошло? Первое. Есть стрессы, которые программируют ситуацию, есть те, которые запускают. Программирующие стрессы – это что в эмоциональном поле семьи происходило, когда ребенок приходит в этот мир. Если кто-то не готов, кто-то боится, кто-то что-то проецирует, и степень этих проекций влияет на будущее, самооценку и самовосприятие ребенка, когда он вырастет. Это программа. Если тебя ждали, тебя сделали хорошо, мама получила оргазм, ну, понимаете, да, тогда будет живчик ребенок. Если есть вот такая немножко подмоченная основа, и в жизни какие-то серьезные стрессы, потрясения происходят, если они неприемлемы, допустим, программа выйти один раз замуж и все. Вот надо быть такой честный, порядочный, у меня все должно быть идеально. Только если идет не по этому сценарию, женщина себя сжирать начинает. Вот у меня такое ощущение, что у меня, да, вот это запустилось, я себя просто вот… Да, да, да. И остановить этот маятник, вот этот раскач, очень тяжело. Ее вот надо, чтобы кто-то внешне подключился, типа меня, да, и выключил эту тему. И для того, чтобы в внутреннем мире прекратилось саморазрушение. И вот если эти две вещи отрабатываются, тогда тело начинает освобождаться от этой программы. Не зачем болеть, потому что так сердце адаптируется к тем стрессам, которые в внутреннем мире у вас жили. Ну, знаете, вот вы сказали, не зачем болеть, и сразу внутри ребенок возмущен, и как не зачем, любить не будут. Вот, вот это прям точно. Сейчас уже я с этим работаю. Ну, это вторичная выгода, так называемая, это уже там… Да, я знаю, это с мамой уже. Да, это уже другие нюансы. Главное, основной костяк разобрать, чтобы вы его увидели в конце туннеля и стали бы выходить из этого состояния. И уже могли бы самостоятельно доработать. Благодарю вас, огромное спасибо. Скажите, Артем, вот чтобы полюбить себя, это вот, помимо того, что что-то делать для себя, вот каждое утро просто вставать и говорить, потому что у меня часто депрессии какие-то запускались, именно пустоты с дыры в душе. Все, никто меня не любит, я не нужна, жить незачем. Вот это у меня было неоднократно в жизни. И потом я, кстати, да, начинала то болеть, то еще что-то такое происходило. И вот как мне себя по-настоящему… Вот после вашего курса тогда исцеления, вообще жизнь какая-то вообще как будто другая стала. И вот я же говорю, я ощущала, что я люблю себя, вот прям вот и живу я, и для себя, и это нормально. Не обязательно только для кого-то. А потом раз вот какой-то вот, и я опять сваливаюсь в привычные стратегии. Смотрите, если есть уже опыт того, как надо жить и получать кайф, это уже хорошо, это уже что-то, на что вы можете… опыт, на который вы можете опериться. Если скатывается, со всеми в той или иной степени это может происходить. Значит, сразу себе говоришь, стоп, что-то идет не так. Я начинаю болеть, у меня плохое настроение, или в мою голову лезут не те мысли. И в зависимости от той картины, которая образовалась, уже начинаешь работать с собой. Либо поменять образ жизни, либо питание отредактировать, либо убрать ненужное общение, если после него мне нехорошо. И если не знаю, где происходит, не могу сама проанализировать, тогда надо искать в помощи специалиста, который поможет найти тот источник. Это, может быть, в роду что-то происходило и включилось в определенном возрасте, передалось по наследству. Человек сам не видит, он со стороны себя. И у него нет опыта самоанализа глубинного и поиска. Тогда нужно специалиста идти поменять для того, чтобы выявить эту причину, отработать ее, и тогда проблема исчезнет. Огромное вам спасибо, Артем. Вы не представите, какое было счастье, что я вот, как раз когда с перикорбитом, я узнала о вас, и столько вот времени я сейчас уже работаю. Сейчас уже в другом вашем курсе, курс прорыва личной жизни заканчиваю. Спасибо вам. Это совершенно другая реальность, это счастье огромное. Прекрасно, спасибо большое, удачи, да, удачи, все. Спасибо вам большое, спасибо. Так, друзья, идем дальше, идем дальше. Так, сейчас смотрим. У нас там кто еще должен быть? Екатерина Магуна, у вас ее нет в заявке. Сейчас будем других брать, тогда людей. Будем брать других людей. Так, сейчас. Из тричков посмотрим, кто-то есть. Так, 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 так. Малиночек, сейчас посмотрим, есть ли вы у меня. Сейчас надо списочек открыть, будем по-честному. Русский пишет, сейчас немножко. А, есть ли 520. Ну, давайте вас возьмем, Марин, поработаем с вами. Так. А где испортить? Да что, по-моему, поработать? Здесь можно все поменять. Здравствуйте. Доброе утро, Артем. Здравствуйте, Марин. Я к вам с сонным параличом и ВСД. Началось все где-то в 29 лет, это где-то было в 2013. Марин, поясните, что такое вот у вас сонный паралич, чтобы люди, которые это слушают, вы поняли, о чем речь идет. Но у меня проявлялся, большинство людей описывают это, как будто кто-то садится им на грудь и начинает душить. То есть они не могут дышать, не могут пошевелиться. У меня это было... То есть я просыпалась, было пробуждение, но пошевелиться не могла и... Отчупение не села, так как... Да, да, я все слышала, все понимала, но как-то не могла войти как в реальность. И я иногда слышала голоса. Чьи? Я слышала голос женщины, я слышала, что кто-то ходит по квартире. То есть меня это, в принципе, пробуждало, но проснуться я не могла. То есть я была не во сне и не в реальности. И ощущение было... Ага, я помню. Каждый раз женщина ходила или нет? Нет, не каждый раз. То есть я пробуждалась от того, что... Ощущение было такое, как будто меня кто-то вытаскивает из моего тела. Так. То есть как будто я не чувствую своего тела. И... Даже не могу это объяснить. Как будто я поднималась над своим телом. Ну, то есть такое вот было ощущение. Ну, вот. Иногда я слышала шаги, что кто-то ходит по квартире. А иногда я пробуждалась от голоса. Как часто это происходило? Как часто это происходило? Это происходило... Сначала это было очень часто. Это было практически каждый день. Потом... С какого возраста? Где-то 29 мне было. Так. Вот. Потом где-то раз в неделю. Потом, может быть, раз в две недели. Но потом все реже, 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 реже. И это длилось где-то на протяжении двух-двух с половиной лет. Так. Потом? Потом это все прекратилось. И началось ВСД. Перестекло ВСД, да? Да. Проявлялось это головокружением и повышенным давлением. То есть, это всегда так... Целестные роды были у вас? Не знаю. Не изучали род дальше третьего коляна? Нет. Аналога. То есть, такие штуки бывают, когда в роду кто-то целестным занимался. И силы, когда пробуждаются, у человека к нему, что крыша едет, ему кажется, что он чем-то болен, но вообще не понимает, что... Ну, действительно, да, ощущение, как будто едет крыша. Да, ну, вы адекватный человек, вы знаете, какой сегодня был, правильно, да? Да, да, да. Ориентированный в месте времени, то есть, у вас психических, психотических расстройств нет. Но ведение голосов, шарканье, это все психиатрия, ну, по сути дела, да, уже? И действительно, это было настолько реально, то есть, я это отчетливо услышала, то есть, это было не во сне. Я понимала, что я нахожусь не во сне, но я не в реальности, то есть, я не могла пробудиться. А женщина, шаги, одни и те, ну, одна это же женщина или разная? Нет, нет, это было одно, я чувствовала, что это один и тот же человек, да. Кто она? Ну, вы знаете, это происходило не у меня дома, я на тот момент начала встречаться с мужчиной, и вот я когда пришла в гости первый раз, и вот я только переступила порог, я почувствовала, что чье-то присутствие, вот реально вот ощущение, как будто кто-то находится еще здесь. Ну, квартира съемная, до этого в квартире вот никто никогда не жил, то есть, когда дом сдали, он сюда как бы заехал, переехал, вот. И я потом узнала то, что у него умерла мама, когда он, ему было, наверное, до 10 лет, вот. И у нее был что-то рак позвоночника, по-моему, и она, когда я описывала эти шаги, то есть, он объяснил мне то, что вот так мама ходила, и даже сделали поручень по стенам, чтобы она могла передвигаться. То есть, вот это вот шорканье было очень похоже. А когда вы переехали в квартиру? Ну, вот как раз вот это началось тогда, то есть, у меня дома, там, где я прописан, там, где я живу, жила, а там такого никогда не происходило. Это стало происходить только вот именно, когда я вот приезжала вот в эту квартиру. Сейчас вот как бы здесь нахожусь. А потом она прекратилась, как бы заглушилась и перетекла в выезде? Ну, где-то, да, через два с половиной года. Так. Как выезде проявляется? Самый первый раз проявилась... Я ночью встала в туалет, мне захотелось в туалет, и я понимаю то, что я иду, и я засыпаю. Просто у меня дикое желание, я хочу спать. И потом я у меня стала не иметь язык, не иметь руки, не иметь ноги, участила сердцебиение. Ну, вызвали скорую, дали таблетки, то есть, как бы, это все прекрасно, то есть, этого не было. А потом на работе, это было поздно вечером, где-то около 10 часов вечера, я просто почувствовала сильную усталость, сильную слабость, и у меня в глазах стало все прямо белеть, белеть, белеть. И я понимаю, что я начинаю терять сознание. Тоже вызвали скорую, было сильно повышено давление, учащенность сердцебиения. И потом просто раз в неделю где-то стало проявляться то, что у меня начинает сильно кружиться голова, ощущение, как будто я пьяная. То есть, не кружится, не предметы крутятся, не я кружусь, а именно крутится, как будто что-то кружится именно внутри, во мне. Вот. И давление, сильно сердцебиение. Сейчас это длилось где-то полгода. Потом я забеременела, это все прекратилось. То есть, во время беременности у меня не было ни одного проявления, то есть, ни головокружения, ни давления, ничего. Беременность была очень легкая, то есть, даже как бы я до восьми месяцев работала, бегала, то есть, как бы, вообще было все идеально, все нормально, ни спина не болела, ничего. Родила, и где-то через год это началось вновь. И продолжалось где-то вот полгода, каждый божий день. У меня были головокружения, даже независимо от того, что есть давление, нет давления, но головокружения постоянно присутствовали. Потом на какое-то время это все прекратилось, и вот сейчас периодически вот... То есть, где-то, если где-то уже дошло до того, что где-то что-то заболело, например, где-то кольнуло или еще что-то, то есть, это уже как бы какое-то вызывает волнение, от этого волнения головокружения, от головокружения давление. Я понял. Марин, а сны снились про прошлое? Ой, вы знаете, у меня сны всегда либо про прошлое, либо умершие ко мне приходят, что-то рассказывают, то есть, всегда вот так вот. Что ты рассказываешь? И какие именно? Ну, всегда разные. Чужие? Ну, и чужие, и свои. Ну, у вас просто, ну, как бы через вас этот канал работает, я давайте назовем вечно своими именами, да, это все чувствуется сразу. И надо им овладеть, тогда выезда никакого не будет. Просто когда, вот смотрите, вот человек привык видеть одну физическую картину мира, так его воспитали. Мир вот такой. При этом очень часто потом начинает забивать на собственные чувства. А мир чувств, он многогранен, он многообразен у человека, да, и, к сожалению, мир чувств глубоко никто не изучает в медицине. Но только психотерапевты и психологи это делают. А в мире чувств содержится информация, которая есть в так называемом подсознании. И есть его человек, и есть задатки, переданные ему по наследству. Как могут проблемы открываться по наследству? Мы это часто разбираем, видите, да, то есть, стрессы мамы передаются дочери, или стрессы бабушки передаются дочери и так далее, да. Так есть и эмоции, или наработки, или сила, которые есть в роду, она может вдруг спонтанно взять и открыться у потомка, который ничего не понимает. У него есть школьный курс физики в голове о том, что мир – это отдельные физические предметы, и надо просто с ними по закону физики взаимодействовать. И объяснить себе этот человек не может. А прилив энергии, как раз связанная с работой вот этих вот вещей, которые заложены, они часто сопровождаются измененным состоянием. Если человек его не понимает, у него возникает спонтанное головокружение, которое его пугает. Ну да, это… Необычно. Во мне что-то шевелится, и я вдруг чувствую, что реальность не здесь. То есть это необъяснимо, и это считается новым функцией с точки зрения психиатрии. Но с точки зрения психотерапии или эзотерики это считается нормальным явлением. Просто надо понимать, что происходит. Если на вас настроят, это все есть. Нам просто надо научиться с этим общаться, научиться владеть внутренней энергией и делать это подознательно собственной воле. Понимаете? Как это сделать? Никогда не тянуло гадать? Ну, было. Было. Очень, да, очень часто получается так, что что скажешь, так и происходит. Да. А откуда вы это говорите? Как эта мысль вам в голову приходит? Ну, я не знаю. Это такое ощущение, как будто я это просто знаю. Вот. То есть это приходит в голову как знание. Понимаете? Как называется интуиция? Интуиция в детстве. В детстве очень-очень-очень прям настолько сильно была развита интуиция, что иногда меня это пугало. И я помню из детства такой момент, мне было, ну, это было, наверное, в школьном возрасте, это первый-второй класс. К соседям приезжали внуки с севера. И один раз, когда мы пошли на улицу гулять, она сказала, мне мама запретила с тобой дружить, потому что ты ведьма. Я помню, пришла домой, плакала к маме, говорю, мама, почему меня называют ведьмой? Ну, она такого ничего не помнит из детства, но я помню такие моменты, которые вот... Я, например, знала то, что я сломаю руку. Я была уверена, и я помню, пробовала, думаю, а как вот я со сломанной рукой, если она будет сломана у меня, как я буду пушить, как я буду что-то делать. Кстати, вот я пробовала, через три дня я сломала руку, в тот день, когда я ее ломала, я чувствовала, что мне не нужно было прыгать на турник, потому что я могу сейчас сломать руку, я все равно прыгнула, я все равно ее сломала. То есть в такие моменты, и в детстве это было очень сильно развитое. Оно никуда не делось, просто вы это задвинули в Донгий ещет. Я просто сейчас стала все анализировать, то есть, а почему так, а может быть, вот так. То есть как-то меньше сложно доверять интуиции. Зря. Вот человек с интуицией, он адекватен, он понимает свое будущее, понимает тенденции и, стало быть, может их исправить. Человек, который не понимает, что будущее уже где-то предначертано, уже создались события, которые к нему приведут, вообще им не управляет. Понимаете разницу? Простите. Нашенька, ребенка. Ну, я понял, что ребенок. Вы просто очень интересный человек, и я подробно с вами говорю, для того, чтобы многие люди, которые как бы страдают подобными, проблемами, поняли, что это не проблема. Это просто надо дар в себе открывать. Вернее, его развивать. И когда ты его развиваешь, ты начнешь понимать, кто кто-то и что-то. И тогда все головокружения пройдут. И никакого диагноза вообще не будет. И как это развивать, открывать? Смотрите, у вас очень хорошо, интуиция через сон работает. Да, да. Через сон очень хорошо, да. Надо загадывать с ним учиться. То есть, загадывать в каком плане? Вам нужно узнать информацию о чем-то, правильно? Вот просто там, не знаю, как лучше туда поехать или сюда поехать. Вложиться в этот бизнес или в тот. Прямо себе дайте установку и смотрите, что вам приснилось. И начать анализировать. Это позволит раскачать свой талант и научиться им владеть. Вот дар, который через вас привелся. Ну, у вас по полю вы энергетик событий. То есть, вы можете сканировать пространство и видеть, что будет. То есть, вы не целитель в прямом смысле, который будет участвовать людей. Вы больше события просматриваете. У вас как бы дар есть. Поэтому, если потянет любые гадательные техники, все у вас замечательно будет работать. Просто вот классно. А так, говорю, прямой канал работает. Это явно чья-то родовая наработка, доставшаяся по наследству. И она вас подталкивает освоить эту вещь для того, чтобы помогать людям. Вы к кем, кстати, работаете? Ну, вообще администратором в ресторане. Администратором в ресторане. Ну, будете тренироваться, наверное, ты должен составить. Потому что, может, больше анализировать. Вы сами потом поймете, куда вас потянет дальше. Что анализируете, с чем вы работаете. То есть, такой талант не должен пропадать. Поэтому и приходит диагноз, который вас подталкивает развиваться. Спасибо. Понятно? То есть, здесь лечить нечего. Здесь надо развивать свой талант. И когда вы это поймете, и поймете, как это круто работает, вас уже не остановить будет. Это запустится процесс информации или освоение себя, что внутри вас заложено. Но это было мне всегда интересно. С детства вот эта вот интуиция всегда интересовала, как это происходит. Почему это происходит? А чего вам? Вы на себя смотрите, вам все будет понятно. У вас все это есть. Надо просто понять, что это конкретно работает. Перестать в этом соревноваться. И начать этот талант развивать. Освоить. Понимаете? То есть, нужно из алмаза сделать бриллиант. Научиться владеть собой. То есть, мало голоса имеет. Надо его поставить еще. Освоить. Понимаете? Отточить. И вот этим надо заниматься. То есть, каждый день можете себе давать установки, просматривать будущее. И смотрите, куда вас опять потянет. Что делать? У кого еще поучиться? Там карты, может быть, изучить. Таро или еще что-нибудь. Это все техники, которые бы дали потом. Рейки немножко не подходит. Вам там советы дают. Вам лично не очень. Любые прогностические методики, которые придут в руки, они будут. Вам, в принципе, на самом деле даже особо учиться не надо. Надо просто потренироваться. Спасибо. Все есть. Понимаете, когда я это чувствую, я в этом вообще ничего не вонюю. Спасибо. До боли уже знакомые ощущения. Поэтому слово ведьма, это люди просто боятся того, что ими кто-то может манипулировать. А ведьма часто называли и на работе, до сих пор называют. Это не зло. Это просто человек ведущий. Он знает, у него интуиция хорошо работает. А вы просто научите на это обращать внимание и тренировать этот навык. И у вас все проблемы исчезнут. Хорошо, спасибо. Ну все, удачи. Все, спасибо огромное. До свидания. Ну так, друзья, иногда лично ничего не надо. Все самообразие. Ну давайте дальше еще какое-нибудь возьмем. 15 минут осталось, я успею еще с кем поработать. Так. Ага, вот, Катя, вы у нас появились наконец-то. До этого что-то вас никого не видел. С вами поработаю. Здрасте, Катя. Здравствуйте. Наконец-то. А вы у нас там призер, который давно уже должен быть в эфире. Слышу вас внимательно. Здравствуйте. У меня вот вопрос тоже по здоровьям. Да, забеременела третьим ребенком. Так. Но здоровье, можно так сказать, вообще посыпалось очень сильно. Вплоть до того, что был гистоз. Так. Вот, давление очень сильное. И 8 месяцев. Ну и вообще, можно сказать, этот год, вот как ребенок родился, в августе. Вот. И из болячек не вылазимый ребенок и я. А какие болячки после родов у вас? После родов у меня то простуда, то лактостаз, то болелый рукас, ну как-то, он был фрибит на ноге. Вот. Что-то еще было, я уже сейчас запуталась. Ой, сколько чего было. Вот. И ребенок тоже постоянно что-то. То анемия, то... С кишечником куча проблем, вот. Причем, ну то есть по анализам, что там. Кать, не закрывайте динамик. Вы там пальцы, наверное, подпирайте его, и вас плохо слышно эпизодически. Так, так. Ой-ой-ой. Завис экран. Так, так. Держите. Телефон только снизу не подпирайте его, все будет нормально. Ясно. Так, сейчас что в данный момент беспокоит? Вот прямо сейчас в данный момент. Ну, прямо сейчас меня просто беспокоит, что постоянно возникают какие-то вот такие вот болезни. Хотя у меня до этого было со здоровьем все хорошо. Вот. И беспокойство и насчет ребенка, и насчет меня. Вот. И стала замечать, что все болячки очень сильно, когда что-то либо понервничают... Либо еще что-то. Да. А до этого, до этих родов никогда не нервничали? Ну, до беременности нервничала, но у меня такой прям сильной зависимости не было, грубо говоря. Я вот что-то там попереживаю, у меня сразу на следующий день что-то выходит. Так. А со старшим детям сколько лет? Старшим девять дочки и сыну четыре с половиной. А в одном браке все рождены? Да. Ну, как с мужем отношения? С мужем как это отношение? Ну, хорошо все. Всегда-всегда? Ну, всегда-всегда не бывает, наверное. Да. Вот, конечно, бывает недопонимание, но когда в беременности у меня токсикоз начался, хотя с первыми двумя вообще ничего не было. Вообще, ну, как бы беременность, можно сказать, были идеальные роды тоже. Вот, а в этот раз, получается, беременности было полтора месяца, и у меня муж потерял работу. Так. Получается, он действительно кормилась, потому что, ну, как бы я работала репетитором, вот, и уже знала, что беременная, да, и понимала, что поток финансовый сядет, и на что жить непонятно. Так. А кредиты не давят? Кредиты не давят? Ну, нет. Тут у нас ипотека. Так, Катя. За это переживание было. Подвис немножко. А, ипотека есть, да? Правильно, правильно? Да. То есть, вот это переживание во время беременности включилось в то, что муж потерял работу и стали беспокоиться по поводу финансов. Сейчас он нашел работу или нет? Да, он нашел, но он нашел работу уже под конец беременности. Вот, но так как он полгода после работы был, накопилось очень много долгов. Вот. Меня это, конечно, очень сильно беспокоило. Ну, отпускать, наверное, только-только начало. Так, как сейчас с долгами? Лучше ситуация становится? Выравнивать? Безут. Пеконечко. Ага. Как вы это чувствуете, что вот есть долги у семьи? И вас это как беспокоит? Как это ощущается? Я, ну, не люблю я быть должна. То есть, ипотека это, как бы, я воспринимаю, как, ну, такое, знаете, как квартиру снимают, все равно деньги отдают. Угу. 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 Вот. А апотека это, ну, свое, и, как бы, нормально к этому отношусь. А вот, когда просто какие-то кредиты или долги, вот, не люблю я быть должна. Так. Как вы это чувствуете? Ну, как давление какое-то. Где? В какой области тела? Ну, если прямо сейчас, ну, наверное, даже где-то в голове. Сбоку, сверху, сзади, спереди. Где лоб? Где лоб. Где лоб? Ну, лоб здесь. Вот. Ну, я говорю, где лоб. Да. Окей. Итак, Кать, сконцентрируйтесь на этом ощущении. Сейчас сколько вам полных лет, кстати? Мне 34. 34 года. Сконцентрируйтесь на этом ощущении. Есть на лбу. И скажите себе, мне 30 лет, как ощущения? Ну, есть давление. 20 лет. Ну, легче, но есть еще. 10 лет. Еще давит. Один год. Есть. Один день в животе у мамы. Есть. Что это ощущение? Мамина или папина? Не знаю. Кажется, мамина. Мамина. Так. Маму как зовут? Татьяна. Сколько его лет, когда она вас обвела? Сложный вопрос. Наверное, лет 28, наверное. 28. Вы у нее первая дочь или вторая? Нет, вторая. Ну, как бы первая из этого брака, просто. До этого еще сестра у нее сходна. Угу. Вторая дочь. Окей. Я Таня, мама. Мне 28. Как ощущения? Нет, еще есть. Я мама Таня, мне 20. Просто прошло? Прошло. Я мама Таня, мне 25. 25. Нет, есть. 23. Мне куда? Нету. 24 года. Нету. Что такого в 25 лет у вашей мамы произошло? Чего это ощущение у нее появилось? Не знаю. Что? Что? Я вот так вот посчитать. Сложно посчитать, когда она замуж вышла и когда так. Не считайте. Что вспоминается? Вот вы мама Таня, и вам 25. Само лезет в голову. Вот какое-то воспоминание, связанное с этим ощущением? У меня почему-то отношение с бабушкой, ну вот с ее, с мамой получается какое-то. Так. Всплывает. Что-то аж прям чуть не до слез. Так. Что там было? Ну как мне мама рассказывала, что когда она, ну получается родила в ней брака, то ее, можно сказать, мама даже не пустила домой. В старшую сестру? Да. Ну, маму с сестрой, да. Да. Моя мама, она, можно так сказать, одна с сестрой жила там у родственников, ну у дальних, так скажем. Да. Потому что, как я поняла, что бабушка, городок маленький, в общем, и это было как-то неприлично, что мужа нет. Она, конечно, говорила, что у нее есть внучка, но типа, что там муж уехал. Ну, в общем, бабушка придумывала всякие такие вот отговорки, женщины, но мама у нее не жила. Вот. И она скиталась там по разным углам со своей дочкой. Угу. С вашей старшей сестрой? Да. Так. Какой урок мама из этого ей боли вынесла из этой ситуации? Из этого периода своей жизни? Ну, полагаться на себя, наверное, плохо. Ну, с одной стороны, а переживание какое осталось, которое вам дает на голову? Ну, то предательство. Чье? Со стороны мамы. Сейчас у них хорошие отношения? Бабушка умерла. Ну, вот когда бабушка еще была, как у них более отношения потом? Ну, так скажем, она с нами жила в последнее время, ну, где-то лет 10-15 до смерти. И, так скажем, у меня был любимый сыночек, а мама так. Угу. Угу. Так. То есть, как бы отношения такие... Ну, внешне вроде как бы хорошо, но вот у бабушки такое было, что внешне должно быть все хорошо. Угу. Вот. А что внутри там, так скажем, за закрытыми дверями, как бы это не важно. Угу. А он сохраняет до сих пор в себе, они передались вам под наследство. И они актуализировались, когда словности с финансами стали в у вас в семье. Понимаете? Этот страх остаться без угла, этот страх остаться без чего. Ну, как бы, страх вот этой ненужности и потери. У вас он точно такой же был, так как у вашей мамы, которая вскиталась по родственникам, потому что мать родная отказала. Даже не более того, что мать не принимает, а то, что я никому не нужна. Понимаете? И что с деньгами проблема. Могу остаться без крыши. Вот это ощущение, это горе. Вот вы сейчас его даже вспомнили. По глазам это видно. И оно и создает у вас непонятки со здоровьем, которые вы одно решили, второе появляется. Дело не в том, что у вас плохие отношения с мужем. Просто есть обстоятельства, которые влияют. И вот они запускают ассоциативно те стрессы, которые достались по нас, которые давно живут. И они усиливаются, и у вас логика не может цениться. Как? Логика, все нормально. Любимый муж, ну это, это. Ну хорошо, потерял работу. Ну потом найдет. Но такого ощущения, уверенности в этом не было. Понимаете, да? Да, мне вот когда он пришел и сказал, что он болел, полежал в больнице. И после операции пришел на работу. И что тогда думает человек? Что жизнь закончилась, понимаете? Нет, все, никому не нужно. Качество жизни упало, все. Ты Богу не нужен, по сути дела, Вселенной. И всем обстоятельствам связанных. И тогда получается, как бы, ты это не понимаешь до конца, ну вы лично, да, не осознавали, Катя. А тело это все переваривало через болезни. То есть как-то пыталось к этому стрессу адаптироваться. Понятно, да? Давайте поработаем. Итак, скажите, давайте, вы вам, давайте, вашу маму займем. Таню. Я мама Таня. Да, мне один день, я в животе у своей мамы. Мне один день, я в животе у своей мамы. В этот момент к вам приходит Бог и говорит, дорогая Таня, в твоей жизни получится так, да, что когда ты родишь вне брака, ты будешь беременна и родишь вне брака ребенка, твоя мама тебя не примет. И ты будешь долго скитаться по другим, чужим людям, которые тебя хоть как-то будут кормить и дадут себе кров. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты верила в то, что Бог всегда на твоей стороне, что у тебя всегда будут деньги, и все твои потомки будут счастливы, богаты, и у них все будет хорошо со здоровьем. Как ощущения? Такое, знаете, как потихонечку отпускает. Как будто потихонечку, как волна спадает. Так, что в теле, какие ощущения? Ну вот давления нет. Нет, пропало, да? Ну, посмотрите недельку за собой, Катя. Думаю, что состояние будет гораздо лучше. Итак, рекомендация вам и всем, кто смотрит на шофер, всегда четко обозначать свои чувства, что ты чувствуешь. Ты что-то боишься, скажи себе, я боюсь. Кого ты ненавидишь, я ненавижу. Тогда ты можешь что-то делать. Я люблю, скажи, что ты любишь. Люди очень часто прячут свои чувства, потому что некогда на них обращать внимание. А они много о чем говорят, и они предопределяют нашу жизнь. Потому что все значимые решения человек делает не здесь, а вот здесь. Когда рожать, за кого замуж выйти, куда деньги инвестируют, чем вообще в жизни заниматься. Это все не вот здесь принимается, а здесь. Если человек не понимает своих чувств, даже негативных, не дает им право быть осознанными и управлять ими, тогда его жизнь, к сожалению, катится не туда, куда надо. Вот так. Поэтому поработайте и посмотрите. Спасибо. Я думаю, что бы все гораздо лучше. Ну и все, Катя, удачи. Спасибо. До свидания. Друзья, осталась буквально одна минута. Напоминаю, сейчас может эфир резко закончится, так иногда Инстаграм все выключает, что Клуб Артеманта Лаконина сегодня будет вторая лекция врача-газометриолога про дырявый кишечник. Это очень интересно. Подключайтесь в клуб. По ссылке и шапке аккаунта вы можете стать его участником. Такая возможность еще есть. 10 числа стартует новый курс «Деньги – это любовь», который вам позволит правильно составить свои цели на будущий год, подготовиться к этому и в следующем году получить больше дивидендов, больше достижений целей, потому что большинство людей даже об этом вообще не задумываются, а с целями надо работать. Поэтому работая с целями, вы начинаете жить более осознанно, более счастливы, здоровы и не тратите время жизни попросту, а идете правильным курсом. Поэтому спасибо вам большое, что были со мной в эфире. До новых встреч. Пока-пока.